Здравствуйте, с вами я Ольга Витковская и финансовые новости от компании Инстафорекс. В среду курс доллара показал слабый рост относительно евро на фоне понижения иены и комментариев европейских высокопоставленных финансистов. Единая валюта упала до минимума 1,32 доллара в ходе европейской сессии, но впоследствии отскочила к уровню 1,32 доллара в ходе европейской сессии. Доллар 33,13 цента. Давление на евро оказали слова председателя еврогруппы Жан-Клода Юнкера о том, что курс европейской валюты слишком завышен. Укрепление евро к доллару за последние полгода составило 8,4%, что, по мнению Юнкера, создает новую угрозу для европейской экономики, которая только начала оправляться после продолжительного кризиса. В то же время глава Банка Австрии и член исполнительного совета ЕЦБ Эвальд Навотне не согласен с этим утверждением, о чем он заявил вчера. Банкер отметил, что не видит перспектив для долгосрочного укрепления евро. Кроме того, евро понизился против иены, потеряв 0,3% и опустившись до отметки 117,65 иены. В то же время доллар устоял от каких-либо значимых колебаний после выхода отчета о состоянии американской экономики, известного как «Бежевая книга». В нем говорилось, что экономика США росла умеренными темпами в декабре на фоне малых объемов расходов и найма из-за опасений за дальнейшую фискальную политику. Следите за последними новостями мира финансов с нами на InstaForex TV. Всего хорошего!